Вторая часть, вторая дверь у нас вот такая. Под замком тут залом, но опять же. Это та дверь, которая распрямлялась. Где-то игрушки есть какие-то маленькие, но тут и наверху вот есть. Об этом речь не шла, когда вот такие вот заломы надо делать, так сказать, основное. А красота тут, ну вот она покраска. Вот такая тут покраска самостоятельная. Ну, для сравнения, вот он завод. А вот он не завод. Разница есть чуть-чуть. Первоначальную праху буду начинать на машине. Так поудобней, я думаю, будет. Вот возьму большие бочки клеевые и буду вклеиваться и обратным молоточком. Для начала попытаюсь поставить плоскость. Вот. А потом уже, конечно, потом будет видно, что дальше делать. Понянчился, что-то вышло, что-то нет. Ну, в общем и целом, так низ вот этот удалось распрямить, а вот здесь не получается. Ну, не хочет и не надо. Тут уже надо снимать дверь и править её на столе. Что получилось, что получилось. Будем исходить из того, что есть. В общем, измазал полиролькой. Сейчас я чуть пройдусь полирну. Среднеабразивный полироль. И снимаю. Буду работать на столе. Ну, вот такие повреждения. Здесь отпечатался вот шишка-усилитель у нас. Краска уже нарушена. Вот. Короче, выбила обусилитель. Ну, вот здесь вот шишками всё. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Всё очень некрасиво. Вот он кантри бро. Залом она провалена. Ну, в общем, все прелести в кучу. Вот он плавный залом ещё. И аж вот до сюда. Ну, даже, скажем так, где-то 60% двери получается. Вот. Ну, самое печальное то, что невооруженным глазом даже видно, что дверь крашеная. Вот она, просадка. Так что тут надо будет с ней очень аккуратно работать, дабы краску не нарушать сильно. Ну, а там, конечно, как получится. С чего начать? Вот такое всё красивое. Вот так вот под лампой всё это выглядит. Что самое интересное, окрашена как раз вот эта вот часть в двери. Это не тронута. То есть там, где надо работать, там и крашеная. Вот, ну что, для начала берём вот такой мало точек резиновый и начинаем слегка пробивать. Естественно, не забывая прогревать, потому что в помещении сейчас прохладно. Фен нам в помощь. Посмотрим, что из этого получится. Промежуточный результат. Вот такой вот получается. На панели двери просто каша из заломов. Пока что всё очень скучно. Вот. Вот. Но уже что-то начинает вырисовываться. Вот такая вот. То яма, то канала пока что. Очередной этап. Капчик. С дверью. Красота неописуемая. Здесь уже что-то потихоньку вырисовывается. Более-менее ровно правится. Капчик. Ну вот. Капчик. Вот. Здесь тоже самое. Но хоть не так пожеванное. Было же всё вот так. А то и хуже. Вот так пока. Очередной этап. Издевательство над собой и над деталью. Уже, конечно, что-то поплавнее. Потому что здесь вот так куча была заломов, складок. Что-то как-то уже развязывается. К чему-то приходит. Но сейчас хочу вот здесь вот острым крючком. Вот это вот безобразие меня очень-очень напрягает. Надо здесь поправлять. Промежуточный результат. Чуть-чуть разглаживается. Ещё, конечно, то яма, то канала. Но уже как-то что-то начинает вырисовываться. Ещё, конечно, тут работать и работать. Ну, во-первых, скажем так, в идеале тут не получится. Это понятно было. Ну, хоть чего-то добиться можно. Линии ещё, конечно, кривые везде, косые. Но, тем не менее, тем не менее. Вот с этой стороны я почему показываю без прикрас. Хвалиться тут особо нечем. Вот всё ещё тут жёваная ужасно. Вот так это всё выглядит. Но, тем не менее, что-то похожее на плоскость. Отдалённо напоминает. Тут опять же проблема. Здесь вот мешает, здесь мешает. Вот. Железяки, которые, к сожалению, обойти не получается. Но и ещё раз повторюсь, что, к сожалению, деталь тоже крашеная. Вот. Это видно невооружённым глазом. Вот. Вот. Но, тем не менее, как-то что-то похожее на дверь вырисовывается. То есть, она была ремонтирована. Поэтому, так легко и просто. Не удаётся поставить всё на место. Потому, что кое-где тут есть места, где явно шпаклёванные. Их приходится просто-напросто обходить и не трогать. Я прозвонил приборчиком. Уже знаю, в каких местах здесь есть шпаклёвка. Я их просто обхожу. Потому, что она хрустнет. И всё на этом. Поэтому, вот, такая дверь получается. Что я делаю, вот здесь вот так? Шишка всё-таки сложеная. Вот она. Тут задачи стояло несколько. во-первых дверь крашеная попытаться научиться все это делать более-менее аккуратно чтобы осталась целая краска дверь крашеная шпаклеванная и крашеная несколько раз поэтому тут как говорится задача более учебного момента стояла для того чтобы учиться работать потому что ковырять просто ямки это одно вот такие вот сложные заломы делать это совсем другое вот и в связи с этим не было интересно поковыряться вот все прыгает все скачет я показываю все какие без прикрас тут не на выставку вот там дальше он тоже плавные заломы возле ручки видны ну в общем и целом по сравнению с тем что было вторая дверка вот на очереди чуть она тут последний штрих перед выездом вот они две двери почти как новые со старыми ямками ну вот как то так и вот он хозяин самолично качает шины